Здравствуйте, меня зовут Санина Катерина, я дизайнер и декоратор. И сегодня мы с вами посмотрим очень интересные фрагменты с мастер-класса, который провел итальянский дизайнер-архитектор Марко Полетти. Мастер-класс был на тему эмоций, как жизненеобходимая энергия в дизайне. Также мне удалось взять личное интервью Марко Полетти, и он открыл все свои секреты о том, где брать вдохновение для того, чтобы творить шедевры. И фрагмент этого интервью вы тоже увидите в конце этого видео. Я уже 20 лет занимаюсь этой работой. Я дизайнал более 700 коллекции. Я разработал более 700 коллекции. Я делал много проектов и контрактов в Италии и в остальном. Я разработал многие договоры, контракты и проекты. Более 50 в Италии и за границей. Мои работы являются также организовывать разные мероприятия, и проектировать, разрабатывать внешние виды стендов, которые мы видим сегодня. Я всегда везло с средствами массовой информации. Мои статьи напечатаны более 2300 статьи. И в этом году я благодарю последняя публикация в Италии и Тири и Ордизайн, которая в месяце марте у меня привезла две пластики. Моя последняя публикация в журнале Айди, в марте, которая опубликовала мою работу на целых двух страницах. Моя последняя публикация в журнале Айди, которая премия один из самых важных премий, который называется «Компасо Д'Оро», как «Меда в Италии». Более семи лет, значит, АДИ, Ассоциация Дизегно Индустриале, промышленного дизайна, Ассоциация Национальная Дизайна, то есть я являюсь участником этой ассоциации более семи лет. Сейчас нашу презентацию мы разделим на две части. Первая, как изменяется во времени разработки и дизайна. И потом войдем в эмоциональную часть, часть разработки связанной с самочувствием, с эмоцией. Когда я начинал дизайнерские разработки, когда я начинал дизайнерские разработки, это было связано с интуицией, то есть интуитивной, мгновенной. То, что пришло сразу в голову и реализовано в какой-то новой коллекции, то есть инстинктивная разработка. И для этого, для этой цели, был выбран кран, который имеет название «Ван». Немного года после моего работы, в 2004, не было больше основным, но эмоционально, что мы хотели объяснить. Через несколько лет меняется направление разработок, то есть переживать, переживать самочувствие, эмоции и ощущения, которое должно быть реализовано в данном проекте, в данной разработке и проявиться в новой коллекции. И это... И это... И это... И это... И примером этой цели является живая вода, которая течет из крана, открытого крана. И это... И это... В своем личном доме. Per это все это былоее. И эта разработка называется живая вода. После, в 2008, процесс de производстве делали на столько времени. И поэтому меня попросили сделать дизайнерскую разработку более сложную, более полную, более комплектную. То есть это дизайн более стратегический. То есть даже если говорить о простом изделии как прямоугольный радиатор, должен быть в этом направлении, чтобы быть успешным на рынке. Этот радиатор называется Dada. Трех размерный 60, 70 и 180. Может быть в варианте полный, пустой или заполненный, наполненный. И можно комбинировать разные варианты, разные версии. И поэтому этот дизайн, эта разработка просматривается, видится как более стратегическое. Кризис продолжался в моем секторе и в 2011 году. Моя работа начала видоизменяться в том смысле, что требовалось от меня как архитектора не одна типология заведенная в данный проект. Но был запрос, был сделан запрос для меня для сделать, ну, разработку дизайна, тотал лук, значит, имидж, образ, тотальный целостный, целный образ. Следовательно, предприятия начали разработать дизайны более полные и целостные, которые состоят из множества элементов для всего пространства, для всей комнаты. То, что мы видим на этом изображении является продуктом предприятия. В 2014 году, наконец, люди поняли как можно противостоять этому кризису. И люди поняли чувствовать, ощущать, что надо чувствовать себя личностями, ну, личностный, персональный подход, несмотря ни на какие ситуации. И это разработка 2014 года, мой путь, мой персональный путь, в котором проявляется всегда что-то уникальное. Как коллекция, которую можно было бы представить на настоящий момент времени. Это коллекция, которая называется Озера. Я работаю, живу и работаю в Милане, но происхожу из местности, где очень много озера, но среди природы я вырос. Это коллекция крана, целью которой было показать протекание, колебание воды, как это происходит в природе, в натуральном озере. И так сконструировать изделие, чтобы вода содержалась в этом пространстве крана, как вроде бы в самом озере, то есть в объеме озера. И это, конечно, это коллекция. И это, конечно. И здесь вы видите экран, который покрыт специальным, значит, материалом, который отражается, игра цветов, и отражение происходит как вроде бы то, что мы видим падающую каплю на озере. В прошлом году и в этом году, значит, дизайн еще более эволюционный, то есть продвинутый, в смысле что вот эта часть, когда мы говорим о постоянном изменении, о постоянном переменах. Это не просто разработка, не просто дизайн, а наши проекты становятся энергией, становятся энергией связи с окружающим пространством. И поэтому родилось название таких разработок, как слово «cluster». Я разработал стенд, дизайн стенд, и пригласил предприятия участвовать на этом стенде с моими коллекциями. Сейчас, как видите, здесь одинаково мы одеты с этим архитектором. И мы перевозили эту разработку стенд на разные выставки в Болонии, в Италии. На выставке мебели в Милане. На выставке мебели в Милане. На выставке мебели в Дубае, за границей. Это гостиница, значит, там где проживали участники самой большой выставки. Следовательно, если мы сделаем маленький частичный итог, подведение итогов, то мы видим здесь постоянные перемены, постоянные изменения разработаны. И, особенно, у меня изменения в сторону. Здесь можно заметить в этих изменениях сокращение во время, 6, 4, 2 года. То есть, все время сокращается во время, то есть, меняется разработка все быстрее и быстрее. Одна вещь основная, которая остается постоянной во времени, это то, что я говорил с самого начала, это эмоция, это самочувствие, это ощущение. Вы можете заметить, что эти коллекции, эти разработки, они разбросаны во времени, то есть как бы специально перемешаны по годам. Следовательно, я начну сейчас вторую часть моей презентации, то есть эта коллекция, которую мы предусмотрели ранее, она называется живая вода. Эта коллекция живая вода, потому что вода была эффекта, в натуре, и она чувствовала живая вода, что имеет эффект, это ощущение живой воды, которая течет из горного ручейка. Следовательно, мы разработали таким образом изделие, чтобы можно было этот звук услышать в своем собственном доме, звук протекания ручейка. Секрет создания такого звука не только в том, что открытая разрезанная труба и вода течет в природном состоянии, но там еще есть сфера, сфера внутри, вмонтированная, которая создает этот эффект журчания воды. Я вам покажу некоторые очень простые видео, чтобы показать лучшее понятие и передать то, что я хотел сказать. Посмотрим, если нам удастся запретить, включить это видео. Вода храна, вода храна вам вдохновляет, вдохновляющее, которая вдохновляет. Здесь мы видим другие, как бы второстепенные элементы, которые дополняют коллекцию. Не только кран. Это вариант с ванной, с ванночкой. Это душ, душевая. Здесь вы видите версию электронной разработки. Эта коллекция, для того чтобы ее сделать живой, меня попросили, чтобы я так разработал, чтобы это ощущение, эта эмоция передавалась на другие. И, следовательно, я взял стихотворение Петрарка, его скомпанировал. И, на первый план, были выгравированы слова, которые должны были быть произведены, озвучены, чтобы произвести эмоциональный эффект. И эта гравировка выгравирована при помощи лазерного луча. Я хотел бы персонализироваться с другими материалами, и здесь я хотел персонализировать разработку, чтобы она осталась спроектирована и разработана на все времена. В этом случае была версия Сваровской версии. Это версия… Я хотел бы играть с видами. Здесь вы видите игра образов, представлений, воображений. Таким образом, вы видите, как явление самочувствия, эмоций, ощущений, оно проявляется независимо от протекания времени. С годами остается все время одно и то же ощущение, эмоции. Другая разработка, когда предприятие попросило меня разработать специальный радиатор. И он радиатор скалда, а у энергии, а эметти калори. И какое слово может представлять такое слово как тепло, кроме как слово объятие? Потому что форма геометрическая у этого слова «абраччо» циркулярная, круговая. И поэтому я взял окружность, разделил ее на четыре части. И каждая четверть эта часть круга Я взял трубу из стали, которая могла поворачиваться. И, следовательно, удалось реализовать такой радиатор, который был вне, то есть не было таких разработок, стандартных. Вот видите, какой внешний вид, внешняя форма радиатора, который может быть сделан из шестнадцати частей, из шестнадцати сегментов. Четыре круга – это ассоциация с четырьмя объятиями. Венди петси – 5 «абраччи» – 24 петси – 6 «абраччи». Двадцать пять элементов, сегментов – пять объятий. Радиатор может менять как размер, внешний вид, так и форму. А также и после того, как он смонтирован, установлен на месте. Это не флексибельная трубка, а это элементы из стали, которые могут поворачиваться под определенным углом. Этот радиатор, его преимущество в том, что у него нет поворотов, разворотов углов. Винкли, свинкли. То есть у радиатора у него строгие размеры, так? В этом случае, мы видим, что здесь он может быть подсоединен даже в углу сверху. То есть не как обычный радиатор. Просегиваем эту карелу. И мы отслеживаем цепочку таких проектов. В этом случае, в данном случае, энергия, эмоция ВАН является одной из самых сильных энергии. И не хочу комментировать. Покажу просто вам это видео. Чистая энергия. Это растение, это дерево настоящее. Мы потом увидим его. Мы его использовали для того, чтобы объяснить по аналогии энергию продукта, которая содержится в продукте. Если вы спросите у меня сколько лет разработки этого крана, вы не поверите. А почти 20 лет. Ему больше 20 лет. И на сегодняшний день форма такого крана и предприятия производители производят на рынок и является актуальным, злободневным. Это элементы. Время презентации я хотел показать. И поэтому нашел это дерево, которое было сломано в природе. При помощи ветра. Это большое дерево. И я задумал обвязать, связать его при помощи железной проволоки. И для того, чтобы показать, как образом содержится внутри энергия, внутри этой модели крана ВАН. И для того, чтобы сделать эту разработку еще более живой, мы ее использовали. Расширили, размножили. В этом случае мы сделали версию мини, которая маленькая. Здесь направление разработки на мини, мини ВАН, то есть на маленькие. Здесь мы видим разные высоты. И энергия, мы ее представили в виде цветов. То есть энергия распыляется по цветам монохроматическим волнам. И наша работа, да, это проектировать, разработать, но и в то же время надо, чтобы она все время была на уровне слова живая работа, живая разработка. Другая коллекция, это другая мысль, другая идея. Будем идти немножко быстрее, чтобы не затягивать, как другие. Воло. Полет. Свободный полет. Воло. Если правильно перевести, полет. Витать. Витать в облаках. Ничего больше не надо объяснять. Воло, для меня, это знаки, это крылья, это динамика. И это знак легкости полета. И этот знак был внедрён в оснащение и оборудование ванны. И мы придали, значит, этой разработке, это топ. Это элемент, который характеризует всю коллекцию. И этот элемент, полет, свободный полет, характеризует всю коллекцию. Здесь мы можем увидеть разновидности типажа и типо коллекции. Волюми очень полет. С аэрей. С объёмами очень чистыми. Без ручек. И, кинди, сенсо дэй вуото, дэл пьено, пер мантенере и кончетти, дибазе, легчереца и динамика. Это с тем, чтобы выдержать базовые идеи, базовые концепты, это лёгкость и динамика. И этот разговор связан не только с эмоцией, с самочувствием, но и с стратегией у нас здесь есть кривая, которую мы можем повернуть в любом направлении, которую пожелает по желанию в данной коллекции Вова полет. Позизионando, в лававо, а дестра, а синестра, в alto, а в basо. Располагая умывальник слева, справа, вверху или внизу. Видимо, у нас есть другие возможности, с двойной умывальник. Решения, эти реализованные решения очень чистые. И коллекция комплектуется ванной и вспомогательными приспособлениями. И этот проект немного сумасшедший. Треви, это предприятие в Италии, которое разработает разные манекены для многих предприятий в Италии. И меня попросили сделать разработку манекенов, которые послужат для других коллекций. Потому что сам по себе манекен не служит ни для чего. И этот проект скомбинирован с материалом кашмир и с манекенами. И целью этого разработки было то, чтобы... Объяснить, как кашмир, как материал в среде, ледяной среде, может передавать, трансформировать тепло в цвете. И я придумал такое представление кашмира. И я его поместил в вакуумную упаковку, которую мы видим в вакуумных упаковках многие наши продукты. И эффект был достигнут эффект с вакуумной упаковкой, как вроде бы... Как вроде бы заморозка. И здесь появилась гора, ледяная гора. И были вставлены эти пакеты в эту гору со льдом. И потом кашмир в свободном состоянии на манекене. Следовательно, это была коллекция. Этот манекен, который служил для такого типа проекта. И еще и сегодня можно увидеть в студии ММД, где она разработана. И здесь я хотел бы показать другое видео, где показаны другие марки моды. Италии используем в Италии в многих разработках и на сегодняшних презентациях. Лед, лед становится элементом контраста. Лед, 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 лед. Италии используются. Италии используются. Италии используются. Мои разработки. Сто concludendo le ultime коллезioni per poi andare verso la fine della presentazione. Заключение последней разработки. Questo è solo un messaggio veloce. Amar Kord in Italia è molto un pensiero romantico. Под названием Amar Kord слово которое связано с людьми romanticами, quindi abbiamo studiato tantissimo sulla maniglia, sul pensiero di un fiore che è diventato poi l'elemento identificativo della collezione. Anche in questo caso abbiamo realizzato delle forme morbide non angoli vivi ma curve ovalные ovalные не строгие ma ovalные forme e questo elemento che fosse identificativo per quel messaggio e con quel nome Amar Kord abbiamo visto prima un rubinetto che aveva un tubo all'interno del quale scorreva l'acqua questo tubo è diventato un canale e questa tuba è diventata un canale poi ho voluto andare oltre come pensiero e poi mi è venuta una pensiero aprire questo canale e renderlo come se fosse una superficie e in natura troviamo la rugiada che resta attaccata alla superficie per naturale adesione molecolare con questo principio ho sviluppato una collezione che sfrutta questo concetto l'acqua resta aderente alla superficie possiamo vederlo in altre condizioni come per esempio nella doccia andiamo a parlare di divani adesso una collezione di tanti baci quindi tanti baci e tanti modi di dire di fare un bacio e questo gioco semplicemente non so se si vede cosa sia e questa игра non so se si vede poco pocelui pocelui bacetto bacetto e bacino alla forma di un bacio il divano non si vede qui però quindi divano in forma pocelui probabilmente non si vede qui dovete fidarvi che bene buongiorno 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 di buongiorno когда много, когда нет времени, смотреть на природу, когда мы живем в темпе, когда нет времени, чтобы сравнивать с натурой. Я раньше отвечал девушке, что одно дело это быть дизайнером, разработчиком, а другое быть художником, дизайнером. Потому что художник он всегда выражает свое, себя самому выражает, дизайнер, архитектор он больше отвечает на требования, на заказы, на частные, на клиенты, на предприятия или публичные заказы какие-то. Следовательно, это вдохновение происходит от видения, от собственной чувственности, от собственного самочувствия в нашем мире. И умение видеть, подсматривать, считывать окружающий мир и находить подсказки в том же шуме ручья. И, естественно, уметь применять и использовать эти виды информации полученные в природе и реализации, значит, проектов, дизайнерских разработок для клиентов и для предприятий. Граци мили! И я думаю, что вы теперь поняли, что эмоции – это действительно жизни необходимая сила не только в дизайне, но и в любом творчестве, в любой профессии. С вами, как всегда, была Санина Катерина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, испытывайте невероятные эмоции. Задавайте вопросы, я всегда отвечу на те моменты, которые вас интересуют. Живите уютно и комфортно!